В этой духовке ровно один год. Постоянно ей пользуемся. И если бы мы, например, спекли какие-либо пирожки, то постоянно такую вот влажную уборку делаем. И перед Новым годом везде уборку делаем, чтобы Новый год встретить чистой квартирой. А также теперь и эта духовка будет у нас чиститься. Вот я сейчас делаю такую вот капитальную уборку. Буду убирать вот эти вот, смотрите, черные следы, которые остались. Потому что здесь была решетка. И эту решетку постоянно снимать как-то не хотелось бы. А теперь я снял спокойно эти решетки. Заднюю стенку снял металлическую. И делаю такую вот уборку. Конечно, буду стекла мыть, чтобы Новый год встретить. И духовка сверкала. Была чистая. Это вот постоянно. И теперь я, конечно, сниму эту дверцу. Так вот, снял эту дверцу. Унесу ее, положу куда-нибудь. Вот сюда положу, пусть здесь лежит. Все металлические, которые здесь были навешаны. И вот эту заднюю панель я взял. И вот сейчас вам покажу. Ванну. Ванну. И замочил. Вот смотрите, пена поднималась. И вот это вот, не знаю, рыжая, скорее всего, это нагар какой-то. Он тоже вместе с пеной стал подниматься. Сейчас это все замочится. И я спокойно вот так вот пальцем буду убирать это все. Вот легко. В горячей воде это замачивается. Чтобы не тереть наждачкой. Все это я уберу. Вот покажу еще боковые металлические предметы. Вот смотрите. Здесь вот очищается вот пальцем. Вот все отходит. Просто здорово. Все это я, конечно, буду вот так вот переворачивать, переворачивать. И вот ведро, тряпочка. Вот это средство. И вот смотрите. Сейчас я буду вот таким вот образом это средство на тряпочку. И вот так водить по этим стенкам. Здесь тоже, вот смотрите. Просто водить. И духовка опять примет свой первоначальный вид. Вот смотрите, какая грязь. Смазать только вот этим вот средством. Средство недорогое. Есть специальный магазин. Все по 47. Вот это средство-то и купили. Вот такое вот. Смотрите, даже здесь все сверкает. Вот так же будет сверкать эта духовка. Вот так смазываю все. Вот смотрите, оттирается как здорово. Это вообще как волшебство, фокус. Вот эти лопасти тоже буду протирать. Вот когда эти лопасти не протирать, значит, надо открутить. Нет, откручивать не буду. Потом не закручу. Не оттирать. Этот жир начинает появляться на лопасте. Здесь больше, тут меньше. И будет, конечно, происходить шум, а также какая-либо вибрация. Вот смотрите. Все буду оттирать, что есть. Смотрите, это тен что ли. А, вот он тен. Смотрите, тен вокруг. Этого, этих лопастей вентилятора. И, естественно, горячий воздух начинает двигаться. А я думаю, как же этот горячий воздух? О, как интересно сделано. Вот не снял бы, не знал бы. И вот так вот я потихонечку вот так вот буду оттирать. Новый год-то нужно встретить, чтобы в квартире не было пыли под диваном. А также эта духовка, чтобы сверкала по полной программе. Вот здесь лунку тоже нужно протереть. Но мы тут постоянно протираем, потому что после пирожков, если закрыть дверцу, то там вот это испарение начинается. И начинает по стенке этой дверцы по этому стеклу стекать этот конденсат вот сюда. И эта лунка вся заполняется водой. Я постоянно вот так вот, или жена убирает. Постоянно здесь убираем. вот как очищу, я вам покажу, конечно. Вот я, смотрите, очищаю эту духовку. И посмотрите тоже на свою духовку, какая она. И вам захочется тоже сделать чистоту в своей духовке. А что сидишь просто так на полу? Проблем никаких нету. Можно сказать, сидишь отдыхаешь. Если бы стоя, стоять, очищать. А тут сидишь, можно даже и лечь. Очищать эту духовку. Что тут только стенки? Здесь тоже очищу. Все буду очищать. Как очищу, покажу. Все-таки я откручу вот этот вентилятор. Откручивается в правую сторону по часовой стрелке. Вот так откручивается. удерживая вот эти вот лепестки, я вот так придал усилие и открутил. Таким вот образом. О чем учится каждый раз пальчиком туда залазить? Вот смотрите. Здесь грязно, здесь чисто, здесь чисто, здесь грязно. Вот здесь вот, конечно, была бы вибрация. Пусть лучше он чистенький будет. Я сейчас воду. Смотрите, вода какая стала. Раз собрал с тряпочкой спокойно. Если бы я сегодня не очищу, то завтра вот такой слой грязи будет. И это все будет отвалиться на пирожки. И сверху на пирожках вот эта вся грязь будет. Ну, просто есть невозможно будет. И гости все просто разбегутся, убегут от меня. Чтобы лучше вот это вот черное место отстало, я сюда налил воды побольше. Прям горячей воды. Конечно, можно было и дверь закрыть. Вот смотрите, наливается как сюда, так и вот сюда наливается. Я, наверное, сейчас закрою дверцу, то есть принесу ее, одену, пусть... вот это вот испарение, которое вот, смотрите, поднимается, оно здесь останется и на стенки перейдет. И все здесь, наверное, отойдет от этой горячей воды. Но однажды, как в книге было написано, что налить надо сюда воды и включить. Тена нагреет эту воду и все здесь. Это не получилось у меня. У меня тут все высохло, эти стенки накалились и вот эта вот вся черная, этот весь жир просто застыл здесь. Это просто невозможно было мне оттирать. Хотя там написано, то есть надо только горячую воду, ни в коем случае здесь включать нельзя. Только горячую воду надо наливать. Вот я сейчас принесу и закрою. Я даже уже не помню, как и сюда устанавливать. Сейчас я посмотрю, как это все делается. И вот это, вот это стекло быстро отойдет. Вот как это все делается, даже и не помню. Так, по-моему, так. Вот так все это легко. Теперь нужно мне поднять здесь. Вот поднял. Немножко так сделать, оно само провалится. Вот и все. и пусть эта вся вода там испаряется. Она же там горячая. Вся стекло запотеет. Это очень хорошо будет для уборки. Налил горячей воды. Вот смотрите, стенка внутри этой духовки как бы запотела. Ну, немножко надо включить. Все-таки подогреть эту воду. Вот я включу, наверное, вот так я сделаю. А здесь, не знаю, включать не надо. Не, не буду включать. Вот так. Тельно включил. Вот немножко подогрею. Не знаю, что будет. Но надо чуть-чуть подогреть. Так, посмотреть внутри, что происходит. Ну, стенки увлажненные стали. Вода горячая. А стенки увлажненные стали. То есть, я раньше нагревал духовку очень сильно. Духовку сильно нагревать нежелательно получается. Включил, выключил. И там вот получается. Такой комфорт влажный. Пусть постоит несколько минут и опять тряпкой туда залезу и просто уберу, скорее всего. Все черные пятна со стенок. Прошло минут 10. Я, конечно, в эту воду и стекло обмазал вот этой вот гелью. Сейчас открою и посмотрим, что получилось. Если бы мы посмотрим на стекло вот эти вот пятнышки, ногтем не отходят. Вот здесь вода горячая. Вот это пятно. Ну, чувствуется, что оно отходит. Вот я только пальцем фактически не нажимая, уже пятно начинает потихонечку отходить. Вот эти вот пятнышки еще не отходят. Вот смотрите, как получается. Я могу раз сюда, вода вот сюда стекает. То есть она не на пол, никуда-нибудь стекает, а вот сюда вот в канавку. Вот это очень удобно. Я могу не бояться, если я вот так вот буду рукой делать движение и вода будет затекать сюда. Ну и пусть затекает. Я могу оттуда ее собрать. Очень удобная духовка. в любом плане. Вот занимаюсь духовкой. Жена мне приказала ее очистить. А сама чистит столы, шкафы. А мне доверила эту духовку. Вот я духовку должен вычистить. что-то тут не оттирается. Надо еще подождать. Буду ждать. Не торопиться. Пусть жена проверит эту духовку, чтобы она была ну не вот такой. Вот смотрите, ну что это такое. Она придет, увидит это все дело. Заставит на второй день опять чистить. Я не хочу два дня чистить эту духовку. вот так провожу лезвием ножа и все твердые частицы жира скорее всего они вот так вот срезаются. Вот это стекло делается просто чистейшее. Вот они на лезвии. Раз только очистил и все. И через это стекло можно будет увидеть пирожки печеные. Вот очищаю, очищаю. У меня уже немножко осталось очистить духовку. То я если не буду чистить, у жены есть в кармане наждачка. Наждачная бумага и она любит эту чистоту. И если она подойдет к этой духовке, если я не протеру, она обязательно наждачка там пройдется. Главное грязи не будет. Вот это вот от нее чистота, только блеск один стоит, металла. Чищу, чищу любыми средствами. Все перепробовал. И порошком и мылом и всякими вот такими вот гелями и шампунями. Вот смотрите теперь как только вот так проведу вот эти вот уже каменелые жировые пятна, но они уже не жировые, просто камень просто стал. Этот камень просто легко убирается. Я не наждачка создаю трение. Нет, это я ножом поверхность посмотрите по поверхности провожу, а верхние вот такие вот твердые окаменелые жировые пятна, они просто раз и срезались. Чего я только не делал, мне ничего не помогает. Только таким вот образом. Смотрите как чистенько делается. Все, нашел метод не наждачкой, а только срезать вот эти вот верхушки и получается боковая панель этой духовки просто чистая. Буду продолжать теперь только работать с этой, а не с какими либо гелями. Это бесполезно. Гель снимает только поверхностный слой, черный поверхностный слой, а которые уже припеклись, их просто невозможно снять. Если только наждачкой жена пройдется, а эта наждачка у нее в кармане справа и с левой стороны, это будет очень опасно. Продолжаю вот здесь окаменелость жировая припеклась, но она срезается, смотрите, каким слоем. Раз и я срезал. А так бесполезно никак. Ничего не получится. Только поможет наждачка, которая лежит в кармане у моей жены. А я потихонечку не царапаю. Главное не царапаю. Вот здесь тоже гелием и чем только я не проводил. Раз только. Раз только. И все делается такая полоса. Раз. Посмотрите. И нету. Раз. И нету. Два. Три. И все вот на этом лезвии ножа. Конечно, так я быстрее сделаю. Что тут говорить. поверхность такая же гладкая и остается. Вон какая чисто делается. Ну прям на глаза. Вот я тищу отдыхаю. Я понимаю теперь эту жену. Как она тут уборкой занимается. Она успевает готовить, убирать, мыть полы. И нас еще кормит одновременно. Вы представляете, и еще стирать умудряется. И это постельное белье еще развешивает. У нее все сразу получается, а мы лежим на диване. И вот этим ножичком терем. А она уже все вымола вокруг меня, все везде вымола. И уже хочет готовить пищу. Все вымола. Вот смотрите. какая чистота. Просто прелесть. Все чистил. Теперь нужно закрутить. Вот смотрите, как устанавливается. То есть ошибиться тут невозможно. и было установлено вот так. Лопасть как бы на меня. А иначе не поставишь. закручивать. так. И закручивать. против против часовой стрелки. То есть тут проблем никаких нет. Все. Вентилятор прикрутил. и теперь вот эту заднюю стенку нужно установить. Заднюю стенку не таким образом. Я запомнил. Вот эта штуковина была с левой стороны. Сейчас я покажу почему с левой стороны. Вот здесь есть какая-то защита. А здесь нету ничего. Потому что воздух движется только в одну сторону. Сейчас буду закрутить. Духовку вымыл. Теперь буду устанавливать вот эту дверцу. Все очистил вот этим лезвием. Как в духовке так вот эти стекла. В общем все очищал. также жена меня попросила вот эти стенки шкафов тоже проскоблить вот этим вот лезвием. И я таким вот образом раз прошелся. Если здесь капельки жира которые застыли и стали окаменевшие они просто раз и срезались и все. Стали вот эти боковые стенки чистые. Но вот эта плитка она была без жира. Просто чистая была. Вот представляете даже не пришлось чистить лезвием. Все последняя деталь делал. Теперь нужно наклонить вверх поднять вверх поднять и вот так она сама ну можно и не хлопать она может сама вот таким вот образом закрываться. Можно немножко ее подтолкнуть. Все духовка у меня чистейшая и надо будет за ней еще раз следить чтобы долго его так не чистить как я его чистил этим лезвием. Чистил наверное пол дня вы представляете но зато она как новая стала как новая все стекла вымыл внутри лезвием прочистил так надо вентилятор попробовать вот смотрите кнопки я кнопку нажал и протер а вот кнопка вот так была я протирал не смог прочистить вокруг этой кнопки и вот этой вот панели нажал смотрю тут разводы вы представляете как кнопка удобна для чистоты вот хочу посмотреть вентилятор все крутится хорошо выключаю задвигаю закрываю закрываю пока